Всем привет, друзья, с вами ТВАК, и сегодня я вам покажу свою школу, некоторые свои классы. Сейчас мы находимся в одном из них, то есть я сейчас вам расскажу про графику, как это всё проходит, что мы делаем в классе, вот. И, в общем, про другие классы расскажу, металлы, науку, физкультура тоже есть, вот. И, как бы, покажу классы, в которых это всё происходит. Сейчас, в общем, начнём с графики, и я вам сейчас... Вот сам класс. Я стою вот здесь, тут дверь, вход. Вот, там шкафчики, там вот мой шкафчик есть. Вон тот шкафчик, на который я сейчас показываю, это мой шкафчик. Вот, в общем, идём мы сюда, значит, это компьютер. А это вот, это машина, которая может резать винил, то есть вот сюда его кладёшь. Тут вот панель настроек, можете почитать, кто знает английский, что здесь написано. Вот, в общем, кладёте винил, кусочек винила. Допустим, вот эту бумажку, если я использую, как винил, да, его кладём вот сюда. Винил разных размеров, может быть, сейчас. Вот, сюда посовываем, скажем его, да, без разницы, чтобы он держался, он должен держаться. Вот эти вот колёсики, их надо поставить, чтобы они были вот на этих вот белых полосках. Потом настраиваем там правильно, чтобы, ну, он, как бы, сначала он измеряет кусочек винила, который здесь лежит. Потом на компьютере там в программу заходишь, и там, в общем, можно эти размеры взять, и потом свой дизайн на эти размеры уже, а как это сказать, ну, наложить. И потом нажать другую, в другом настройке кнопку нажать другую, и, в общем, он начнёт вырезать. Это всё, в общем, тут автоматизировано. Тут вот компьютер есть, это сам класс, тут за столом не сижу, вот это мой стол. Ну, как бы, тут, не обязательно за каким-то особенным столом сидеть, ну, я просто с ним всегда сижу. Тут вот, это, в общем, такая, как бы, штука, такой скотч, его, когда наклейку уже сделал, ой, падает скотч, тут вот этот вот винил, когда виниловую наклейку сделал, то вот этим вот нужно, как бы, поверх, чтобы наклейку потом можно было снять целиком, ну, чтобы её куда-то наклеить. Вот, это всё целая куча винила, это шкафчик, где, ну, маленькие кусочки винила есть. Вот здесь винил можно взять рулон, вот это вот всё порезать. Ну, винил, если вам нужен кусочек маленький, сейчас, вот, можно его отрезать. Это, чтобы делать значки, то есть там такие три части есть, вот, сюда нужно две из них положить, то есть основу, картинку и плёнку. То есть три части нужно сюда положить, потом сюда сделаешь, берёшь рычаг, вот так нажимаешь и всё. Потом тут не будет ничего, она будет вот там вот сверху, получается, вот там. А сюда кладёшь нижнюю часть и вот так вот закрываешь и очень ещё сильно нажимаешь. И получается значок, отсюда его можно будет забрать. И всё, очень прикольный значок. Вот это вот всё грязнота, вот это вот, это раковина, чтобы мыть вот эти вот штуки. А эти штуки, вот, вот эта вот штука, это, короче, чтобы на неё наклеить бумажку, ну вот, как здесь вот, например. Видно тут такой гладиатор, титан, это как бы школьный такой, как бы школьный знак, так сказать, да. Вот, и сюда там, вот берём, выбираем какой-нибудь цвет чернил. И, в общем, кладёте туда, ну вот на эту вот панель чернила, да. И внизу, в общем, как я говорил, это всё чернила. Их нужно сверху, ну, налить их, так сказать, чернила, да, на эту вот панель. А снизу бумажка. И, короче, распределяешь, когда эти чернила, вот сюда их нужно класть. Сейчас, подождите, уберу тут всю эту кучу, да. Вот сюда её кладёте, бумагу. Здесь закрепляете вот эту вот панельку, вот эту вот. Потом чернила сверху, и на этой бумажке потом отпечатывается вот это вот, то, что у вас есть на бумажке. Ну, вот, то, что вы наклеили, да. И ещё скотчем всё это надо обмотать. Вот здесь видно, что очень много такого малярного скотча. И тут только на картинку попадёт чернила, получается. Вот, и потом эту картинку нужно положить вот сюда. Это, короче, такая машина, которая, как бы, позволяет чернилам быстрее высохнуть. Вот. Дальше быстренько расскажу вот про это вот всё. Это, короче, разбрызгиватель краски. Вот, как вы можете видеть, здесь он. Тут можно разные рисунки делать просто, как бы, разные проекты делать. Интересные. Вот. Ну, в общем, сейчас я пойду в следующий класс. Вот, теперь, пожалуй, покажу вам класс науки. Ничего такого нету. То есть тут особо долго ничего не буду рассказывать. Тут, в общем, можно... Ну, мы тут опыты разные проводим. Допустим, ДНК клубники можно было... Ну, химическим способом его мы это... Выводили, так сказать. Его можно было видеть без микроскопа. Всякая химия, даже не знаю, что это. Вот. То есть наука, она здесь, как бы, из нескольких частей сделана. Сделана. Это в девятом классе. А там потом уже всякие разные специализации расходятся. Допустим, химия, биология, астрономия. Вот это вот все. То есть в девятом классе наука, это все вот эти вот предметы. Выше перечисленные. Вот. А потом в десятом, одиннадцатом, двенадцатом классе там можно уже выбирать то, что хочется. Вот. Вот эти столы, в общем, вот эти вот все здесь столы. Просто за этими столами мы сидим. Нет, мой класс сидит здесь. Часы. Одиннадцать, ну пять. Вот. В общем, вот такой вот, ну, как бы, не то, чтобы скучный, но, как бы, тут нечего показывать. Такой вот класс науки. Так, к следующим пойдем, наверное, в класс металлов. В общем, это очень громкий сейчас класс металлов. Потому что там вот сверху что-то работает. Так что я буду погромче говорить. Тут, в общем, я в подробности не буду вдаваться, что это за станки такие. Это просто разные машины, на которых можно работать, за которыми я знаю, как работать. То есть я вам показываю сейчас те, за которыми я знаю, как работать. И, в общем, здесь можно всякие разные проекты делать. Вон там вот сейчас мы к сварке пройдем. Тут сварочного аппарата, как видите, нету, а вот здесь есть. Они, к сожалению, ну как, или к счастью, не включаются, ну, потому что, как бы, тут сейчас все могут везде ходить. Вот, то есть тут берешь, сейчас, и можно вот брать. Начинает тут так вот варить, да, металл какой-нибудь. С другим металлом. Вот. Тут разные щипцы. Вот здесь куртку можно одеть. Такую сварочную, большую, огромную шлема. А это вот на ноги такие штуки одевать, чтобы на них искренне падали. Еще перчаток целая куча. В общем, вот такой вот огромный, так сказать, класс. Столы опять, за которыми можно сидеть. Ну, мы сидим. Мопед чей-то, я даже не знаю, кто его сделал. Там вот учитель сидит. Вон там. То есть его сейчас пока там нету, потому что он ушел куда-то, но он тут обычно сидит. Вот. Тут комната с разными инструментами. Вот, офигеть, сколько-то инструментов. Молотки, какие-то неизвестные штуки. Я даже не знаю, что такое. Ривитганс какие-то, вот написано. Ривитганс. Я даже не знаю, что это такое. Рулетки, напильники, линейки. Еще линейки, там вот пилы есть. Это ножницы по металлу. Вот это вот все. Пилы просто. Вот здесь дрель, по-моему, если открыто. Ага. Вот тут есть дрель. Потом какой-то шуруповерт, что ли. Я даже не знаю, что это такое. Ну, что это такое? Ну, ладно. Что-то это такое. Сейчас. Так, ну так вот, просто говорят постоянно. Вот. Это вот, в общем, класс такой. Тут еще много разных станков, которых я не знаю, как за ними работать. В общем, вот такой вот класс. Следующий класс я, наверное, покажу. Физикутуру не смогу показать, потому что там сейчас сказали, какая-то там баскетбольная игра начнется. Вот. Еще есть у меня класс, получается, по social studies. Это история будет. Сейчас покажу, в общем, этот класс. Это коридор, в общем, в котором тут по сторонам целая куча классов. Тут класс какой-то, там класс. Вот. В общем, коридор тут такой. Сейчас повернем, коридор уйти. Получается, мы вон там, по-самому, по-самому, по-средний класс. Класс науки. Вон, науки, истории. Вот. Сейчас мы идем туда. Побыстрее просто надо двигаться. Сейчас посмотрю, чтобы там никуда будет все чисто. Ну, это как бы обычный класс. Тут вообще не про что рассказывать. Ну, как бы нету какой-то темы, про которую можно разговаривать. Прибежались вот так вот. Камера очень сильно тряслась. Я уже делал видео. Нет, не делал, точнее, да. Я хотел выложить видео про мой день в школе. Но что-то вот у меня не дошло. И сейчас я просто снимаю, какие классы здесь есть. Вот. Вот тут через окно видно. Это уже второй этаж получается. Видно все. Там вот учитель обычно. Он не особо выглядит как классного молодца. Еще раз повторяю. Там три класса, в которых мы были. Это один из них. Здесь как бы теоретическая часть. Ну, и такая самая первая часть этого класса. Он опять же разбит. На зри части. Это какие-то там семейные проблемы. Ну, не семейные проблемы, а как бы... Как это сказать? Про семью там нам рассказывали и так далее. Как там, как там, короче, правильно, как это сказать, семью содержать. Там как бы что надо сделать, чтобы там, типа, хорошие отношения были в семье. Вот. Что делать, если они плохие отношения в семье. Вот. Потом там, если посмотреть сейчас конец коридора. Сейчас попробую приблизить, но не особо сильно приблизиться. Вот там, где целая-целая куча людей сейчас. Вот там. Это, короче, класс готовки. И там мы, в общем-то, готовили разную еду. Она, конечно, очень дурацкая была. И мы там, что, неделю в общей сложности были всего лишь. Но тут какая-то стена фотографий огромная. Так вот. А еще был класс у нас. Он на улице находится, поэтому я не смогу туда попасть. Там, в общем, мы швейные машинки там, как это сказать, работали на швейных машинках, шили там, вырезали там всякую разную ткань и так далее. У меня штаны есть дома, которые я шил сам. Могу потом показать. Наверное, в конце видео будет фотография моих штанов будет в конце видео. Вот, в общем, такой вот класс. Тоже довольно скучный, обычный класс. Доска, как обычный прожектор. И кран, который вытягивается вот на ниточке. Вот, видите, что вот ниточка, да? Берешь и выдвигаешь, правильно? Но полностью не буду. Ну ладно, вот так вот сегодня оставим. Извините. В общем, часы, доска. В общем, вот такой вот скромненький, небольшой класс. В общем, вот это класс математики. Он у меня был в первом семестре. Это тоже, в общем-то, самый обычный класс. Ничего примечательного здесь нет. Это такая, как бы, доска умная. Ну, как умная, это не доска, это просто прожектор. Вот он тут висит. Вот, где учитель сидит обычно. Тут вот это тоже второй этаж, опять же. Там, вон, улицу видно. Вон, там, если присмотреться, там улицу видно. Вот это вот просто крыша. В общем, это обычный такой стандартный класс, канадский. Ну, для России, конечно, он нестандартный. В общем, вот такой вот интересный класс. Тематика здесь проходила. Я, как помню, тут, конечно, все по-другому поставили. Но я сидел вот здесь. То есть, прямо перед прожектором. Ну, для себя нет. Если бы эти стулы не переставили, я бы сидел где-то, наверное, вот здесь. Ну, или здесь. Короче, я не помню, но я, короче, где-то прямо перед прожектором сидел вот здесь. А тут вот я мой там, ну, друг вот тут сидел мой. В общем, следующий класс я пойду в класс фотографии. И где фотошоп, там был, ну, где фотошопом занимался. Вот это вот комната видео, фотографии, фотошопа и так далее. Это, в общем, компьютерный класс. Тут все очень сильно переставили. То есть, вот этот компьютер, этот компьютер и этот компьютер. Они все были тут с одним монитором. И системные блоки тоже какие-то другие у них. Вот. Тут треноги есть для камер. Вот там шкафчик. Вот этот вот тайный шкафчик. Это, короче, шкафчик для камер. Он сейчас, как можешь видеть, закрыт. Чтобы не своровали ничего. Ну, просто вот такой вот компьютерный класс. Там на компьютерах есть фотошоп. Потом, пример про. Это, короче, чтобы видео делать. Ну, это от компании фотошопа, которая из Adobe. Тут всякие другие полезности. Тут какие-то маркеры лежат. Наушники тут дурацкие какие-то. Вот. Доска. Другие компьютеры. Тут я просто занимался, как бы, сниманием роликов. Обработкой фотографии в фотошопе. Ну, и просто разные другие проекты прикольные. В обед здесь можно, короче, поиграть на компьютерах. Что я, конечно же, делаю. Вот. Ну, в общем, вороники. Он, как бы, такой же, как класс фотографии. Но у меня здесь конкретно была электроника. Я не знаю, какие-то еще классы проходят. Но конкретно у меня здесь в первом семестре была электроника. Электроника. Тут компьютеры. У всех, у каждого студента есть свой пароль. Логин и пароль. И, в общем, тут можно на любой зайти. И он тебя спросит, типа, логин, пароль. Вот, допустим, сейчас скажем этот, да? О нем уже было. Вот. Можете видеть, что тут нужно ввести в поле. Так не видно пока. Сейчас покажу, подождите. Сейчас. Можно крестик нажать. Вот. Тут написано юзерным. Вот. Паспорт. Тут, короче, вводишь это, и он тебе разрешает зайти. В этом шкафчике есть. Что там есть? Я уже забыл. А, ну там какие-то разные детали есть, в общем, для сборки там роботов каких-то там. Еще другие. В этом шкафчике там всякие разные есть. Есть щипчики, там подставки, там вот провода, очки, ножницы и так далее. Стол учителя, как обычно. Вот. Тут можно увидеть как раз улицу. Вот. Видно улицу. Там вот поле. Сейчас приближу, подожди. Вот там поле. Не особо хорошо видно, но вот поле. И, в общем, вот класс от вида учителя, так сказать. Сейчас мы сядем на стул учителя. То вот. Тут, короче, это. Так вот все видно. Он тоже прожектор. Вон там вот есть. Вот он. И там вот тоже вот эта вот главная фигня, которая вот сюда светит на экран. Вот. Вот такой вот интересный класс. Этот класс я уже, в принципе, показывал. Но еще раз покажу. В общем, этот класс у меня был и истории, и английского. Иногда мы еще и теоретическую часть физкультуры здесь проходим. То есть не иногда, а всегда. То есть у меня здесь целых три класса в этом году. Они проходят здесь. Проходили здесь. Три из десяти. Это много. В общем, особо здесь много не будем зацикливаться. В общем, я его уже показывал в предыдущем видео про классы второго семестра. В общем, если хотите еще раз посмотреть этот класс, то смотрите. Вот.